Добрый день, мои друзья! Сегодня с нами буква Я прощается. И уже эти все стихи мы прочитали. И будем читать сказки. Сказки эти в прозе. Посмотрите, сказки для людей здесь написаны. И первая у нас сказка называется Русачок. Вот про этого зайчика, Русачка. Жил-был маленький зайчик по имени Русачок. И был у него знакомый головастик. Зайчик жил в лесной опушке, а головастик в пруду. Бывало встретится головастик, хвостом повиляет. Русачок лапками побарабанит. Русачок ему про морковку, а головастик про водоросли весело. Вот как-то приходит Русачок к пруду, глядь-поглядь, а головастика нет. Как воду кану, а на берегу какой-то лягушонок сидит. Эй, лягушонок, говорит Русачок, не видел моего знакомого головастика? Нет, не видел, отвечает лягушонок. А сам хохочет. Хува, хува, хува. Чего же ты смеешься, обиделся Русачок. У меня приятель пропал, а ты хохочешь. Эх, ты! Да не я, эх, ты, говорит лягушонок. А ты, эх, ты, своих не узнаешь. Это же я и есть. Что значит я, удивился Русачок? Я и есть твой знакомый, головастик. Ты? Еще больше удивился Русачок. Быть того не может. У головастика хоть хвост был. А у тебя что? Ты со всеми не похож. Мало ли что не похож, отвечает лягушонок. А все равно, это я. Просто я вырос и в лягушонка превратился. Так всегда бывает. Вот так штука, говорит Русачок. Всегда, говоришь, так бывает? Конечно, всегда. Все так. Как вырастут, так и превращаются. Из червяка комар. Или там жук получается. Из икринки рыбка. А из головастика известное дело. Лягушата. Даже стихи такие есть. Головастики спешат превратиться в лягушат. Ну, тут Русачок ему окончательно поверил. Спасибо, что сказал, говорит. Тут есть над чем подумать. Видите здесь? Здесь был еще головастик. А здесь уже головастик превратился в лягушку. И они разговаривают, удивленный зайчик, не может понять, как это так получилось. И разошлись. Пришел Русачок домой и спрашивает свою маму. Мама, скоро я вырасту? Скоро-скоро, сынок, говорит мама. Как листья пожелтеют? Будешь большой. Мы, зайцы, быстро растем. А в кого я превращусь? Что значит, в кого превратишься? Не поняла мама. Ну, кем я стану, когда вырасту? Ясное тело, кем ответила мама. Станешь большим, красивым зайцем. Как твой папа? Как папа? Ну, это мы еще посмотрим, сказал Русачок. И побежал. Пошел смотреть. В кого ему превратиться? Посмотрю, думаю. На всех, кто в лесу живет. Кто больше понравится, тем и стану. Маленький, а хитрый. Идет по лесу, а кругом птички поют. Эх, думает Русачок. А не стать ли и мне птичкой? Буду себе летать, да песни распевать. Уж больно я петь люблю. А мы, зайцы, очень тихо поем. Никто и не услышит. Только он это подумал. Видит, сидит на суку птица. Замечательная птица. Больше зайца ростом. Перья черные, брови красные. И поет замечательно. Бу-бу-бу. Чу-фык. Чу-фык. Тетенька птица. Кричит Русак. Как вас зовут? Чу-фык. Чу-фык. Отвечает глухарь. Это он и был. Дяденька Чу-фык. Как мне птицы стать? Чу-фык. Чу-фык. Отвечает глухарь. Хочу в птицу превратиться. Объясняет Русачок. А тот все свое. Бу-бу-бу. Чу-фык. Чу-фык. Не слышит он, что ли? Подумал Русачок. И только было собрался. Поближе подойти. Слышит. Топ-топ. Топ-топ. Охотник. Спасайся. Дяденька Чу-фык. Крикнул Русачок. И едва успел в кустах сорониться. Вдруг ручье как загремит. Бах-бах. Выглянул Русачок. В воздухе дым. Дыму полно. Перья летят. Пол хвоста у глухаря отхватил охотник. Вот тебе и чу-фык. Нет, думает Русачок. Не буду я глухарем. Хорошо он поет громко. Да никто не слышит. Тут и хвоста лишится недолго. Наше дело ушки на макушке держать. Поскакал, побежал дальше. А для храбрости сам песенку запел. Храбрую зайчью песню. Раз, два, три, четыре, пять. Шел охотник погулять. Вдруг зайчонок выбегает. И давай в него стрелять. И в павку, ой-ой-ой. Убежал охотник мой. Вот какой глухарь ему встретился. А здесь удивленный зайчик смотрит на глухаря. Какой он большой. Сейчас посмотрим, что было дальше. Спел. На душе веселее стало. Видит, белка. С ветки на ветку прыгает. Здорово прыгает, подумал Русачок. Не хуже меня. А не стать ли мне белкой? Белка, белка, говорит. Иди, иди-ка сюда. Соскочила белка с самой нижней ветки. Здравствуй, Русачок, говорит. Чего тебе? Скажи, пожалуйста. Как вы, белки, живете? Спросил Русачок. А то я надумал, белкой стать. Ну что ж, дело хорошее, говорит белка. Живем мы прекрасно. С ветки на ветку прыгаем. Шишки лущим, орешки грызем. Забот только много. Гнездо устроить. На зиму запасы собирай. Грибы да орехи. Ну да ничего. Когда привыкнешь, полезай на дерево. Я тебе свои беличьи науки научу. Подошел Русачок к дереву. А сам думаю. Заботы какие-то. Мы, зайцы, без забот живем. Гнездо не строим, норы не роем. Полез было на дерево. Да голова у него закружилась. Нет, говорит. Не хочу белкой быть. Не наше это дело. По деревьям лазит. Засмеялась белка. Зацокала. Шишкой в него запустила. Вот белочка сидит. А тут зайчик. Не понравилось ему. Спасибо не попало. Пошел Русачок дальше. Пришел на поляну. А там веселье. Мышата в салки играет. Сосмотрелся на них Русачок. Вот что такое. Вдруг что такое. Побежали все, сломя голову прочь. Лиса, лиса, кричат. И верно. Идет кума-лиса. Шубка рыжая. Грудка белая. Ушки на макушке. Хвост поленом. Красотка. Неужели, думает Русачок? Это они ее такой красивой испугались. Не может быть. Вышел смело. Поклонился и говорит. Здравствуй, кумушка-лиса. Можно? Я у тебя одну вещь спрошу. Ишь, какую смелую удивилась лица. Ну что ж, спрашивай. Только поживей. А то у меня с вашим братом разговор короткий. А я недолго. Научите меня, как мне лисою стать. Расскажите, как живете. Очень вы мне понравилось. Лисе лестно. Ну что ж, говорит. Живу обыкновенно. Кого изловлю, того задавлю. Кого задавлю, того съем. Вот и вся наука. Ох, как страшно стало Русачку. Но виду не подает. Только ушками стрижет. Вот, говорит. Почему вас все боятся? Нет, не стану я лисой. Не наше это дело других обижать. Смотрите, какая лисичка. Сестричка хитренькая. Ушки на макушке. И зайка заинтересовался. Понравилась ему такая красавица. С хвостиком рыжим. Но не понравилось, что она обижает других. Есть маленьких зверей. Что же было дальше? И хорошо, говорит лиса. А то, если зайцы лисами станут. Кого мы тогда, лисы, есть будем? А у самой глуши так и говорят. Зубище оскалило. Сейчас прыгнет. И прощай, Русачок. Только Русачок ее даже не дослушал. Так припустил. Поминай, как звали. Бежит, а про себя приговаривает. Из чего выдумала? Живых зайцев есть. Это значит, стань я лисой. Я сам себя съесть должен? Ну и ну. Долго бежал Русачок по лесу. Всех зверей повидал. Все ему, кроме волка. Он еще злей лисы понравились. Да только не совсем. А тело было мышкой стать. Да больно мала. И уши короткие. Хотел ежом. Да больно колючий. Никто его и не погладит. А заяц он ласку любит. Хотел бобром. Да в реке больно мокро. Совсем было. Собрался медведем стать. Сказал ему медведь, Что он мед ест. А мед, мол, еще слаще морковки. Да не захотел Русачок зимой В берлоге спать. Лапу сосать. Мы, говорит, этому не можем. Наше дело бегать. Бегал, бегал. Прибежал к болоту. К болотному лесу. Да так и замер. Стоит зверь. Всем зверям зверь. Самый большой. При большой. Больше медведя. Ноги длинные. Уши. Не хуже зайчих. Да целы. Две пары. А глаза. Добрые-придобрые. Вот у него добрые глаза. И ушки такие. Стоит, травку щиплет. Осиновые ветки гложет. Ну, как он, Русачок, понравился. И сказать невозможно. Поклонился он зверю. Низехонька. Здравствуй, дяденька, говорит. Как вас звать, величать? Здравствуй, Русачок, говорит великан. Звать меня? Лось Сахай. А зачем у вас, дяденька, две пары ушей? Засмеялся Лось Сахай. Это говорит. Ты, видно, мои рога за уши принял. А зачем вам рога? От врагов защищаться, говорит лось. От волка там или еще от кого. Ой, как здорово, говорит Русачок. А как вы, лоси, живете? Живем обыкновенно. Ветки гложим, траву щиплем. А морковку едите? Вот посмотрите. Такие ушки у лося, да? И еще рога. А зайчик думал, что это не рога. А такие ушки большие. Вот они разговаривают. Тут зайчик, Русачок. А здесь лось сахатый. Большой такой. Очень впечатлил его. Едим и морковку, коли попадется. А вдруг? А других зверей не едите? Бог с тобой, говорит лось. Чего придумал? Тут лось еще больше Русачку понравился. Стану лосем, думает. А по деревьям не лазите? Спрашивает. Да что ты? Зачем это? А бегайте быстро? Ничего. Не жалуюсь, смеется лось сахатый. А зимой в берлоге не спите? Лапу не сосете? Что я? Медведь, что ли, фыркнул лось? Ну, тут совсем решил Русачок лосем стать. А на всякий случай еще об одном решил спросить. А скоро... А скоро ли можно лосем стать? Ну, что ж, говорит лось сахатый, скоро. Расти надо лет пять этак или шесть. И будет из лосенка настоящий лось сахатый. Уж как тут Русачок огорчился. Чуть не заплакал. Нет, говорит, не наше это дело пять лет расти. До свидания, дяденька лось. Ничего у меня не выходит. Прощай, малыш, говорит лось сахатый. Не горюй. И побежал Русачок домой. Подбежал к знакомому пруду. В пруду желтые листья плавают. И на большом листе лягушонок сидит. Подрос он, конечно. Пожалуй, и лягушкой назвать можно. Но Русачок его все равно сразу узнал. Здравствуй, кричит бывший головастик. Он-то узнал. А лягушонок, видимо, нет, испугался и в воду нырнул. Удивился Русачок. Что это он думает? Высунулся лягушонок из воды и говорит. Эх ты, чего людей пугаешь? Да не я, эх ты. А ты, эх ты, смеется Русачок. Что же ты, бывший головастик, своих не узнаешь? Это же я. Что значит я? Удивился лягушонок. Ну, я твой знакомый, Русачок. Вот так-так, говорит лягушонок. Какой ты, Русачок. Ты самый настоящий заяц, Русак. И нырнул. Посмеялся Русачок. Посмотрелся Русачок в воду. И когда круги успокоились, вдруг видит, и верно стал он большим, красивым зайцем, точь-в-точь, как папа. Шерстка пушистая, лапы сильные, глаза большие, а уши, не в сказке сказать, не пером описать. Вот какие ушки. И забарабанил он лапами от радости. Вот в какого большого зайца Русака превратился в маленький Русачок. А головастики превращается в лягушек. Вот так. В природе всегда кто-то во что-то превращается. А следующий у нас будет рассказ-сказка «Серая звездочка». Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец и жду ваших комментариев. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok